Итак, наши основатели дали такую возможность, как бы, знаете, внести свой вклад в развитие компании, да, и, так сказать, сделать взнос. При этом получить возможность быть вот именно участником этой программы и иметь одно, ну, иметь одно из самых главных преимуществ – получать дополнительный бонус программы основателя. И на это все, как бы, призовой фонд этого бонуса составляет 2% от общего объема продаж компании, именно в наших СИВИ все это считается. И этот объем распределяется по участникам этой программы соответствующими правилами, которые, естественно, прописаны в самом, да, в самом начале. И когда начала это действовать программа, и есть у нас на сайте, они выложены, вы можете с ними ознакомиться. Итак, программа основателей. Кто же может участвовать и кто является участником этой программы? Участники программы – это партнеры, у которых была возможность купить пакет основателя. Вы знаете, такая возможность, ну, была всего несколько раз, такая возможность была всего несколько раз. Вот. И вот кто узнал об этой возможности и кто думает в первую очередь о своем, о партнерстве с компанией GNS, как и о своем бизнесе, то, конечно, такие люди воспользовались и приобрели пакет основателя для того, чтобы получать преимущество от этой программы. Мало того, что надо приобрести пакет основателя, но еще, чтобы получать вот этот бонус ежеквартальный, надо еще участвовать в программе «Целый квартал». Поэтому сейчас для многих новичков, участников этой программы наступил как раз тот момент, тот квартал, который для них будет первым целым кварталом. И вот как раз вот это, значит, приобретение пакета и выполнение условий дает право на бонус основателя. Но мы должны понимать, что просто так, за то, что вы когда-то купили один раз этот пакет, вам не будет выплачиваться этот бонус. Поэтому, конечно же, надо не просто знать условия, но еще их регулярно выполнять. Знаете, чтобы не получалось так, что партнеры наши купили, потому что посмотрели на других, все покупают, о, это значит мне надо, а потом наступает разочарование. Ну, чтобы такого не было, и чтобы потом не говорили, что, например, программа бонус основателя не работает, то надо, конечно, правильно знать и выполнять условия. Итак, давайте с вами посмотрим, как происходит расчет. Сначала, как происходит расчет. Все очень просто. Расчет происходит, раз квартал, зависит от объема вообще, как в самом начале говорила, от объема продаж, которые в этом квартале есть в нашей компании. Вот, зависит от этого. И по индивидуальному вкладу каждого, а именно, какое у вас будет индивидуальное количество акций за этот квартал, вы и будете получать определенную сумму на каждую акцию. Как же считаются акции? Да, все очень просто. 10 семей, то есть это объем, который у вас есть за этот квартал, суммарно, вам дает одну акцию. То есть сколько у вас вот этот объем, столько вы акций получаете. Расчет суммы на одну акцию зависит от чего? Первое, я уже сказала, от объема продаж вообще в компании за этот период, за этот квартал. Второе, от количества именно участников программы. Поэтому, знаете, у компании нет такой вот, скажем, необходимости делать постоянно возможность, чтобы каждый мог стать основателем. И это очень редкая такая честь удостовериться. И не знают, когда вообще в следующий раз она будет, либо не будет. Но этому от количества зависит. Но от того, что развиваются новые рынки, от того, что идут большие продажи на каких-то регионах очень крупных, таких как Китай или Бразилия, там очень сейчас бурно развивается, или наш регион вообще, он очень такой быстро растущий, мы были с вами отмечены. Поэтому, конечно, от этого зависит вообще этот призовой флот, который является 2%. И, естественно, индивидуальная работа каждого человека, который зашел в программу «Основатель», она выражается в этих акциях и потом, естественно, в действительном бонусном эквиваленте. Думаю, что здесь всем все понятно. Идем дальше. Так что же все-таки надо делать, чтобы не получить этот привилегированный, так сказать, бонус. Или вот эту вот очередную привилегию от нашей компании. Надо каждый месяц в квартале подтверждать определенные условия. Ну, сначала касающиеся себя лично. То есть надо быть активным каждый месяц. И обращаю ваше внимание, что это надо быть активным. Потому что активным можно разным способом быть, но лучше это для этой программы, не лучше, а именно для этой программы, надо делать активность через вкладку «Автошип». И просто, чтобы не было, по-моему, таких ситуаций и аут. Поэтому вот именно для этой программы надо делать активность через вкладку «Автошип». И второе условие, чтобы у вас было менее пяти активных партнеров каждый месяц. Соответственно, если вы являетесь активным через вкладку «Автошип», то эти пять активных партнеров тоже должны быть через вкладку «Автошип». Или есть еще какой-то способ. Давайте посмотрим, что же такое активный партнер в рамках программы «Автошип». Итак, активный партнер. Первое. Это может быть наречок, который вы подписали в текущем месяце, если мы сейчас говорим про январь, в текущем месяце, и он одномоментно приобрел стартер-кит, регистрационный пакет. Одномоментно. Но при этом он еще не начал активно строить бизнес и никого не пригласил, не подписал в одну из своих сторон. Он также считается вам как активный. Если же он уже начал активно, то в этом месяце он считаться не будет. Обращаю внимание, это вот важное условие. Второе. Если существующий партнер делает «Автошип» или складку «Автошип», то он считается вам активным. Есть какие-то вопросы, кроме интересного, что Надежда написала, по условиям программы и проактивности? Ну, видишь, что нету, тогда мы идем дальше. Как же? Ну, вроде бы, условия кажутся несложные, и активно работающий партнер, они, конечно, все выполняют. Угу. Первый пункт еще. Любой «Автошип», который вы делаете в этом конкретно месяце, и он распространяется на следующий, и он вам в отчете покажет это. Угу. Совершенно верно. Вот мне подсказывает уже на вопросы, отвечает, что именно новичок, если старт-кит, регистрационный пакет одномоментно. Нет, ну зачем тормозить? Нет, нет, нет. У вас полно... Ну, понимаете, зачем их тормозить? Конечно же, не надо. Они вам в следующем месяце будут считаться. В следующем месяце важно. Имеет бархников, имеете. Если этот новичок делает акташи, он вам считается. В данном конкретном месяце у вас с прошлого месяца таких партнеров будет полно. То есть вы же не на этом... Нет, конечно, его не надо тормозить. Угу. То есть он не считается только один месяц. В следующем месяце, если он существующий партнер, неважно, есть у него команда, есть у него комиссионное вознаграждение, он делает свою активность и вклад в акташи, то все он считается. Да, совершенно верно. Итак, надо знать участникам программы, что для того, чтобы быть информированным, чтобы вообще контролировать, чтобы не то есть и вообще быть в курсе, надо пользоваться отчетом, который специально для этого создан. Отчет находится в бэк-офисе, в фашклаке отчеты, отчеты дистрибьюторов и отчет бонусной программы основателей. И, конечно же, смотрите, я уверена, что есть партнеры, которые как рыб в воде, которые сами дошли своим умом, все это знают, все их команды тоже знают, потому что они проходят обучение, и это все рассказывают. Но есть партнеры, которые сами дошли, но думают, что все также должны дойти. Пожалуйста, личку своих, которые имеют пакеты основателя, научите, покажите и проконтролируйте, где-то помогите даже отслеживать, все расскажите и спросите у них, как, что, чтобы они все и все и все. Даже количество акций, зарабатываете вы в определенный квартал. То есть все очень просто, вот и круто. Алексей Устюгов написал, все очень прозрачно. Там все считается, начисляется. Вы видите активных партнеров. Вы видите, кто регулярно вам дают вот эти активные партнеры. Вообще об активности я думаю, нам надо с вами будет тоже как-то поговорить. А через магазин нет. Да, только плата автошип именно для этой программы. и что потом мне говорили, что я был активный, а там пригласил партнера. Да, про активность я вам не буду там какую-то большую школу. Я вообще просто вам хочу про активность вообще рассказать, чтобы у вас была информация о размышлении, какие вообще большие потенциалы скрыты в ваших командах. и только вот этот один показатель активность, он вообще очень дорогого стоит. Я услышал вас, поэтому, конечно, знаете, я вчера как раз этим занималась, на уровне страны, посмотрела, какие у нас, какая у нас активность, посмотрела, да, как мы работаем, посмотрела активность в других странах, то, что Мороз с вами поделит, но хочу сказать, что у нас как бы может быть даже лучше, чем у других, но консал огромен, огромен. Совершенно верно, помогает мне наши лидеры проводить, только через запроши, чтобы потом никто не запутался, как мне здесь можно, а так нельзя, вот именно программа основателя и бонусы есть у нас еще такие повышенные возможности получать повышенные бонусы, в этих программах идет все именно только через авторсетку. Что? Вот видите? Итак, значит, это одна программа основатель, это одна из возможностей, которые дает компания именно таким людям, которые пришли делать бизнес, осуществлять свои цели, которые берут любую возможность, которая дается и которая приносит, и которая вознаграждается очень хорошо. итак, я вам желаю, чтобы каждый квартал в определенное время вы в своем бэк-офисе увидели одну строчку поступления, где будет написано, что это бонус основателя. Вы, естественно, ваши партнеры, ваши члены вашей команды, были свидетелями и не с вами а вообще именно активные действия. И вроде такие и небольшие условия, но хочу вам сказать, не все, конечно, получают, но я вам желаю, чтобы вы были теми, кто получал. Вот мы решили напомнить, потому что сейчас идет первый квартал, первый месяц первого квартала, и не обязательно надо быть активным и иметь пять активных партнеров для того, чтобы уже по итогам первого квартала получить кто-то в первый раз, а кому-то в регулярный раз получить этот вот причитающийся вам бонус.